Я вас всех приветствую и сейчас хочу продемонстрировать два простых, понятных, рабочих и проверенных мной уже достаточно давно способы остановки кровотечения на конечностях. Их существует немалое количество. Для этого лучше, конечно, использовать предназначенные для этих целей материалы, такие как, допустим, жгут, турникет и так далее. Ну, в данном случае мы будем пользоваться, а, первым вариантом бафа, многим известным туристам особенно, этот предмет известен. И он одевается, прикручивается в восьмерку и одевается на руку, на правую, на левую, лучше два бафа. Их можно не снимать, если они, конечно, не перекрывают доступ к каким-то важным карманам или снаряжению. Далее, смотрите, прокомментирую несколько моментов. Первый момент. Ну, во-первых, понадобится вороток, то есть то, чем вы будете его закручивать. Ну, я использую, к примеру, E-VARU. Это достаточно удобный такой вот предмет, многие его знают. И тактическую ручку. Почему она тактическую ручку? Потому что она, как правило, сделана из каких-то металлов, титана, алюминий, не знаю, там, медь. Она достаточно прочная. Смотрите, что делают, во-первых, не совсем верно. Когда начинается проворот, после первого же проворота нужно немножечко оттянуть, оттянуть, получается, сам баф от куртки для того, чтобы при последующих поворотах этот баф вместе перекруто, он не защемлял кожу руки. Потому что это создает дополнительные неприятные болевые ощущения. Второе. Не обязательно, чтобы концы этого воротка были на равном удалении от непосредственно самой повязки. Можно чуть-чуть смещать. И таким образом плечо становится больше. И, естественно, смещать ту часть, на которой есть колпачок. И третье. Непосредственно вращение этого воротка я рекомендую проводить все-таки ближе к подмышке. Сейчас объясню сразу почему. Смотрите. Вот вы ставили, начинаете вращение, немного оттянули, пошло вращение. И вот третий раз. Я уже понимаю, что этого будет достаточно. После этого я просто могу прижать по факту, прижать руку к груди и таким образом зафиксировать вороток. Дело в том, что чисто инстинктивно человек поврежденную конечность, он прижимает ее к себе. И в данном случае эта естественная человеческая реакция приводит к правильному результату. В данном случае результат это удержание воротка в нужном положении, потому что его прификсировать. Конечно, можно попытаться его засунуть там все, но это не всегда получается. Это не всегда возможно. Поэтому, когда вы это проворачиваете подмышкой, вы можете прижать и уже процесс рабочий. А можно и заранее подготовить просто петлю из паракорда или любой другой веревки, которая завязывается и уже формирует так называемое посадочное место для ручки. Смотрите. Вставляю. Начинаю накручивать. Немного оттягиваю. Продолжаю накручивать. И уже в финале я просто вставляю эту ручку в кольцо. Все. Дальше я могу просто немножечко подтянуть сюда. И у меня уже ручка получается зафиксирована. То есть прокрут этого воротка уже все. Просто вот такая петелька. Пошел. Далее. Смотрите. Две стяжки. Вот. Именно обратите внимание на этот размер. Не больше, не меньше. Я не могу точно сказать, какой это размер точно этой стяжки. Но, тем не менее, их две. Одна в другую вставляется. Дальше вы уже сами себе придумываете, что это за символ. Одеваете на руку. И при необходимости, смотрите, вы затягиваете. Достигая сразу нужного результата. Как проверить, что результат достигнут? Это отсутствие пульса на вашей конечности. То есть, если пульса нету, значит кровь не поступает в конечность. И вы добились нужного результата. Все. Теперь, внимание, почему именно такой размер стяжек? Потому что при необходимости вы можете ее снять практически используя также ручку. Если вы будете пользоваться ножом, то вы понимаете, что работа с ножом в определенных условиях уже может создавать дополнительную небезопасную ситуацию. Поэтому нужно это учитывать, когда вы планируете использовать данный способ. Еще хочу отметить важную деталь. Во-первых, многие сейчас могут прокомментировать, сказать, что вот нельзя, пережимаются, потом ткани отмирать в этом месте. Ребята, здесь главное что? Главное первые секунды отработать вариант остановки кровотечения. И дальше вы ищете замену. Замену. Возможно, первому и, возможно, второму способу. Когда вы нашли соответствующую замену, либо жгут, либо турникет, либо там вам уже наматывают, или вы наматываете более плотную повязку, или уже пытаетесь как-то фиксировать, только после этого, только после этого вы снимаете вот эти стяжки, вы снимаете баф, ослабеваете там и так далее. То есть, не нужно это делать заранее. И вообще, в будущем, когда вы будете снимать турникет, не нужно его сразу откручивать. То есть, нужно делать постепенно. То есть, не нужно создавать этот поток крови. Ну и там есть целый список того, чего не нужно делать. Это нужно, пожалуйста, учитывать. Еще, особенно для новичков, повторю, в, наверное, уже какой-то раз, о том, что когда новичок, даже с имеющимся у него уже за спиной медицинским образованием, накладывает турникет пострадавшему, и пострадавший находится в сознании, то очень часто возникает ситуация, когда пострадавший чувствует боль от самого уже турникета, и он начинает орать, он начинает в ваши руки как-то пытаться убрать со своего тела, он начинает вам мешать. либо просить вас не так затягивать. и не нужно реагировать на его просьбы. нужно объяснить ему, что да, это больно неприятно, и только таким способом мы сможем остановить тебе кровь. Все будет нормально, все будет хорошо. То есть здесь главное еще тоже правильно подойти к этому вопросу. важно, чтобы человек не препятствовал вам, потому что если медик или там не медик никогда не сталкивался с остановкой кровотечения, но он как-то видел это все на курсах, он может согласиться с пострадавшим, сказать, да, хорошо, но я тебе примерно так и оставлю, и это не будет результативно, потому что кровь будет продолжать идти, да, ему не будет больно, но кровь будет идти, в общем результат не будет достигнут. Это важно. Все. Если что, то мы в ближайшее время с вами обязательно увидимся. Скоро увидимся.